Сегодня я расскажу вам о том, что такое программа 90 дней. Я расскажу вам о том, как я применяю эту программу в бинарном маркетинге. И я вам расскажу о некоторых своих секретах работы и о результате, благодаря этим секретам, которые был достигнут. Друзья, программа 90 дней – это не просто красивые слова, это на самом деле очень большая работа, которая была проделана психологами в 1942-1943 году. Здесь изучался организм человека на рефлекторном, психоэмоциональном, физическом, гормональном и других уровнях. Дело в том, что наш с вами организм – это огромнейший сложный набор многих-многих процессов. И эти процессы влияют на наше сознание, эти процессы влияют на наше настроение, эти процессы влияют на наше подсознательное и сознательное мышление. Это то, каким мы есть. Это так называемые стереотипные мышления. Вот сколько раз в вашей жизни до этого было 90 дней? Много, правда? И вот то, что вы сегодня представляете собой, это и есть следствие каждых тех 90 дней, когда вы чем-либо занимались 90 дней. Так вот, друзья, смотрите, что такое программа 90 дней. Это три основные биоритма человека, которые связывают воедино его психоэмоциональное состояние, физическое состояние и в конечном итоге его мышление. Либо у тебя привычка мыслить как неуспешный человек, либо у тебя привычка мыслить как успешный человек. В результате ты делаешь действия неуспешные, либо ты делаешь действия успешные. В результате либо ты приходишь к нулевому результату, либо ты победитель. Программа 90 дней состоит из трех биоритмов. Первый биоритм – три дня, 72 часа. Посмотрите, как грамотно устроена школа PowerStand. Она впитала вот эти мировые достижения биологов, психологов, психиатров и очень многих специалистов, работающих многие годы. Именно поэтому за три первых дня, за 72 часа мы стараемся помочь. Именно помочь не сидеть на месте, не стоять на месте, идти вперед и достичь новичка первых своих результатов. Это тот момент времени, когда все интересно. Это тот момент времени, когда люди реагируют на и положительное, и негативное одинаково. Одинаково с интересом, без стресса. Одинаково с любопытством. Это тот момент времени, когда человек получает первичную информацию о чем-либо, чем бы он не занялся, какую бы он не получил информацию. Но затем наступает второй этап – это следующие 18 дней. Следующие 18 дней – это период анализа, когда начинается работа между сознательным и подсознательным, когда начинается фильтр. И в этот момент больше преобладает подсознательный. В этот момент все приобретенные стереотипы за весь предыдущий период жизни человека, они более важны для его сознания. Они как авторитетное, авторитарное мышление говорят, что оставить, а что выбросить. И очень часто, очень часто они подсказывают выбросить ту новую, ту интересную информацию, которая только что пришла. Потому что это как чувство самосохранения, это как чувство комфорта. Ведь подсознание подсказывает. Если ты не выбросишь сейчас эту информацию, ты потеряешь равновесие, ты потеряешь комфорт. У тебя прекратятся твои любимые 3Т, кафта, тапочки, телевизор, и нужно будет что-то делать, то, чего ты не делал никогда раньше. И вот именно в этот период времени, именно в этот момент времени мы теряем 90% партнеров нашей структуры. Потому что не находимся рядышком с ними в этот момент. Потому что не ведем их с утра до вечера. Бывали такие ситуации, когда, друзья, я по 6-7 раз в день созванивался с партнером, именно в этот период его жизни, для того, чтобы не потерять его. Для того, чтобы знать, какие у него мысли, какие у него планы, с кем он назначил встречу, как она прошла, что было сказано, на каком этапе процесс, есть или нет негатива. Как он на это среагировал? Чтобы ему подсказать, навести, чтобы его смотивировать, чтобы его продержать эти 18 дней. Потому что 3 плюс 18 это 21 день. Это средний биоритм человека. И перейти в третью, очень важную фазу, фазу формирования нового стереотипа. Фазу формирования новой личности. Фазу формирования и закрепления на подсознательном уровне новых привычек, навыков, достижений. Это фаза принятия, 69 дней. Именно в этот момент формируется человек. Именно в этот момент он закрепляет приобретенные навыки. Именно в этот момент у него появляется стержень, железобетонная позиция и четкое понимание того, кто он есть в этой системе. Что есть эта система и что даст ему эта система. Именно в этот момент есть такая пословица. Аппетит приходит во время еды. И что ж, друзья, и вот есть эти 90 дней. И знаете, я иногда на приватных встречах сравниваю это с очень важным жизненным биопроцессом, благодаря которому мы существуем на этой планете. Но я не хочу подбирать слов. Давайте договоримся даже с теми, кто меня слышит впервые. Как будто мы друзья, чтобы я мог не выбрасывать слов из песни. Друзья, смотрите, вот эти 90 дней, это как в момент рождения ребенка процесс открытия щейки матки. Вот если не достичь максимального результата, максимального значимого необходимого момента, то весь дальнейший процесс происходит и с травмами, и с как бы разрывами, потерями. То есть, если за 90 дней не сделать эту программу, и если не раскачать этот снежный ком, чтобы он начал катиться дальше, то потом дальше тяжело, дальше в процессе сбоя. Иногда вижу людей, которые говорят, да я уже там 5 лет в каком-то процессе. Говорю, окей, классно, а какой у тебя чек? Люди мешкаются, отвечают, да я 3 года там кушал продукцию, а вот только 2 года начал пытаться работать. Говорю, у тебя, наверное, чек маленький, откуда вы знаете. Я просто знаю, что программа 90 дней это тот уровень осознания, необходимости прекратить быть человеком, которому всю жизнь придется напрягаться, а один раз сделай эту программу. Приобрети новые навыки, стань другим человеком, стань человеком, который наработал новую привычку, привычку всегда быть. Есть звук, да? Супер. Я знаю, что есть партнеры, которые неделю назад, месяц назад, полгода назад, год назад зарегистрировались. Я знаю точно, что у кого-то сейчас возникла мысль, но ведь я уже не первый день, я поделюсь с вами очень большим секретом. Я совершенно не подходил сетевому маркетингу, когда я им начал заниматься. У меня не было дубликации, я не слышал, слушал, но не слышал своего наставника. Обо мне можно было четко сказать. Вот это парень, у которого самая лучшая пословица, объясняя его упертый характер, это мои поезда, самые поездатые поезда в мире, среди всех, ну, самых поездатых поездов. Поэтому вначале у меня был плохой результат. Когда я узнал программу 90 дней и начал ее делать, вы что думаете, у меня это получилось с первого раза? Ребята, сегодня, именно сегодня после этой конференции вы можете принять решение сделать программу 90 дней. Но я ее делал три года, ребята. Вы представляете, три года у меня был момент, когда я все-таки за 90 дней находил одну субботу, либо одно воскресенье, либо один день перерыва. Вот если ты нашел в программе 90 дней один день перерыва, у тебя обнулились счетчики, и ты должен начать заново. Но ее, друзья, единожды в жизни нужно сделать. Тогда ты совершенно по-другому себя ощущаешь, тогда у тебя внутри есть какой-то невероятный стержень, на базе которого ты строишь всю оставшуюся жизнь. Потому что это не только вопрос бизнеса, это вопрос самочувствия, самообладания, позиционирования. Это вопрос быть. Это волк стиль. Это то, что говорили на семинарах в Абакане, в Уфе, в Ростове, в Киеве. Это волк стиль. Это когда за километр вас двидеть и говорить, а это идет партнер компании волк. Это должно быть что-то невероятное. И вот этот уровень энергетики, он расстроится только после того, когда вы возьмете себя в руки и справитесь с этой задачей. 90 дней без единого перерыва на 100% ради того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. И это того стоит. Теперь, что касается секретов непосредственно моей работы в бинарном маркетинг плане. Во-первых, почему я люблю программу 90 дней? Потому что наш маркетинг имеет преимущество перед теми маркетингами, которые были придуманы ранее, в том, что маркетинг не заставляет нас быть дистрибьюторами продуктов. Мы не имеем такой вид дохода. Мы можем предложить любому человеку направо и налево наши продукты. Но мы не обязаны маркетингом. И мы можем 100% времени потратить на формирование команды, на развитие бизнеса, на построение бизнеса. Мы можем 100% времени работать в паре со своими ниже стоящими на их результат. Отдавшись этому на 100%. И именно этот синергизм дает возможность достижения максимального результата. И вот здесь я вам сегодня расскажу о технологии достижения максимального товарооборота за минимальный период времени. Как вы видите, в нашей организации есть два направления. В какой-то момент времени у вас может быть одно направление значительно больше, нежели другое. Кто-то только начинает, но в любом случае нужно понять эту технологию. Потому что и в правой своей ветке, и в левой своей ветке вы можете одновременно применить одну и ту же технологию. Просто на листике бумаги вам нужно четко разграничить, отдельно взять просто левую ногу. Поэтому смотрите, у каждого человека есть свой период восприятия информации. У каждого человека есть свой период созревания. У каждого человека есть своя скорость, есть своя мотивация. И просто, как говорится, у каждого разное количество тараканов в голове. И вот здесь, когда мне нужно начать движение, вот здесь, когда я хочу достичь максимального результата за минимальный период времени, Я делаю следующие вещи. Первое. Максимальное количество лично подключенных людей за минимальный период времени. Почему это необходимо? Потому чтобы не сидеть, не гадать, не ждать и не быть зависимым от того единственного подписанного в меньшую ногу и только от его результата и только от возможности чего-то достичь в этом бизнесе. Поэтому на первом этапе, первые дни работы, первые недели работы это максимальное количество лично подписанных в цепочку вправо и влево. Затем мы видим следующую ситуацию. В этом количестве людей начинают сами проявляться некоторые люди и они готовы дать вам работу с сегодня на сейчас. Не этот разговор, да я вот сейчас еще неделечку разберусь со своими проблемами и потом вот мы начнем. А разговор, а мог ли бы ты уже завтра встретиться с моими людьми? Или вопрос, а мог бы ты еще сегодня обеспечить несколько встреч с кандидатами, чтобы мы не теряли день и уже сегодня начали действовать? Таким образом вы являются активные люди, стыкуетесь с этими людьми и начинаете действовать. В процессе вашей работы происходит подписание. Подписание уже их личников, которые расставляются в правое и в левое направление. И вот в этот момент времени, когда формируется группа 4, 3, 5, 6 человек под вашим человеком, который стал активен, в этой группе обязательно выявится самый активный, самый сильный человек. Что нужно сделать в этот момент? Вы должны со своим человеком поговорить и объяснить обязательно, что вы будете делать, чтобы у него не возникло сомнений, чтобы у него не возникло вопросов, чтобы у него не возникло непонимание действий. И говорите буквально следующее. Смотри, у тебя выявился активный человек. Если сегодня его оставить на самотек, то через какое-то время он может остыть, потому что получаемый результат будет не совпадать с возможностями и желанием, либо он может затормозиться в развитии. Поэтому делаем следующим образом. Я сейчас же беру напрямую спонсирование твоего человека, тем самым, обратите внимание, тем самым даю тебе возможность на 100% заняться вторым направлением и подтянуть его. Выровняться по рукам, по рукам, тут же переключаетесь на этого человека и начинаете уже с самым сильным из этой группы в 5-6 человек работать. Это дает быстрый результат. За минимальный период времени формируется уже под ним группа 5-6-7 человек. И в этот момент вы делаете то же самое. Вы смотрите на того, кто готов сейчас. Вы смотрите на того, кто готов именно сегодня. И обязательно перед тем, как перейти на спонсирование этого человека, должен быть разговор. Должно быть объяснение тому, с кем вы подписывали этих людей. Дорогой, смотри, у тебя выявился лидер. Этот человек сейчас может выстрелить. Он может пойти вперед. Но это даст тебе перекос. У тебя возникнет большая нога. У тебя возникнет желание подтянуть меньшую ногу. Давай договоримся. Я тебе помогу на 100%. Я полностью беру на себя в эти ближайшие дни спонсирование этого сильного человека, что дает тебе возможность на 100% заняться и подтянуть меньшую ногу. Друзья, смотрите, у вас уже два человека, которые на 100% могут подтянуть меньшую ногу. В этот момент стыкуют вас с этим третьим человеком. Это можно буквально мгновенно проделывать. У меня были такие моменты в Волге, когда подобное происходило буквально на второй день. Когда появлялся в чьей-то группе сильный человек, с которым стыковали напрямую. И мы за сутки делали 5-6-7 регистраций. И уже на второй день к вечеру выявляли самого сильного в этой группе. Быстренько переговаривали со всей группой активных, чтобы всем было понятно, что конкретно сейчас происходит. Что никто никого не перепрыгивает. Что никто никого не отметает в сторону. Что это все действия по строгой схеме и договоренности. И уже на второй день я работал с этим сильным человеком. Все вышестоящие имели 100% возможность на 100% заняться завтра-послезавтра второй ногой и ускориться в своем развитии. И таким образом, когда начинал Волк, всего лишь за 3 недели дошел до 9-го поколения дубликации, когда мы успевали выявить самого сильного в группе, полностью на него переключиться. Сегодня, на сегодня помочь ему подключить первые 5-6-7 человек, выявить дальше самого сильного в той группе и таким образом перейти на следующую ступень дубликации. Друзья, что это дало? Это дало возможность комфортно себя чувствовать тем партнерам, которые не способны так быстро регировать. Потому что, когда ты горишь, когда ты лидер, когда ты стремишься к своей цели, а человек не способен так быстро включиться, и если ты на него насядешь, то ты его можешь перемотивировать просто. Он будет себя чувствовать ущербно, он будет казаться, что, боже мой, я такой плохой, я не справляюсь с этой динамикой и с этой скоростью. А с ним работает его партнер, который ближе к нему по мотивации, у них больше времени на взаимодействие, и они достигают цели. В этот же момент вы, как вышестоящий, как самое сильное звено, вы работаете с самым ниже стоящим сильным звеном, у вас резонанс, у вас мотивация совпадает, вы быстро за несколько дней делаете 5-6-7 регистраций и снова выявляете сильное звено. Таким образом, вы убиваете второго, самого важного зайца, масло льете в огонь, а не поливаете маслом угли, от которого они только потухнут. И вот в таком резонансе от поколения в поколение вы уходите в своей меньшей ноге на очень большую глубину, быстро создавая критическую массу людей, стоящих друг под другом. И, как вы понимаете, по этой технологии возникает у всех некая одна большая нога активных людей, которых поддержали сегодня, потому что им нужно сегодня, а не через месяц, а не через неделю, а не через год. И у каждого теперь есть что? Во-первых, мотивация снизу. Во-вторых, накопленные баллы. В-третьих, большое желание делать вторую ногу и закрывать квалификации. И вот по этому секрету, вот по этой технологии ускорителя, по этой технологии работы с людьми в меньшей ноге, удалось настолько быстро стартовать, настолько быстро раскачать ситуацию, что уже на пятую неделю работы набралась такая критическая масса людей, выстроенных в одну линию, что получилась квалификация президент Голл. В тот момент, когда еще все стоящие в боковых ногах, они боковыми почему возникли? Потому что там стояли люди, которые были меньше чуть-чуть по потенциалу, чем те, которые оказались в поле внимания сегодня на сейчас. Но даже несмотря на то, что уже у меня был президент Голл, и у моих людей еще не было даже платины в тот момент, у нас сформировалась где-то поколение в 70 в глубину, огромнейшая цепочка друг в друге заинтересованных людей, которые теперь уже не думали, не переживали за одну ногу, а еще, извините, даже двух месяцев не прошло работы, и они на 100% могли работать на вторую ногу. Так начали закрываться звезды, такие как Оксана Юшкова, Зина Тарасова, Ира Горейнова, Руслан Хаджиев и Роза Трофимова, Катя Николаева и все другие. Вот почему люди, которым на старте помогли правильно начать работать, выдали такую энергию во вторые свои ноги, делая там то же самое, точно такой же ускоритель, что на 12-ю неделю работы закрылась квалификация президент Даймонд. Вот так, друзья, применяются некоторые секреты работы в Бенаре, плюс внутренний мотиватор, друзья, запомните, 12-я неделя, программа 90 дней, ни одного выходного, ни одного проходного. Только старт определяет тот фундамент и ту площадку, на которую потом будут опираться все следующие поколения. Потому что я четко понимал в ту секунду, вот какого максимального результата с сегодняшнего дня достигнет команда, вот так она и будет развиваться дальше. Поэтому, друзья, сегодня у каждого из вас, 100% у каждого из вас есть возможность принять это решение. и с завтрашнего дня начать программу 90 дней, а лучше сегодня, и справиться с этим, а мы вам поможем в этом.